Ну что, друзья, команда Маркуса Вайнцерли Аугсбург принимает на своем поле Вольсбург. Команда, которая играла в Лиге Чемпионов, команда, которая выступила там неудачно, отметилась лишь тем, что разбазарила свои шансы по выходу из группы. Тем не более, Вольсбург отличился тем, что сделал в межсезонье неправильное решение, позвав на тренерский мостик Ван Бумеля. Конечно, неопытный тренер не смог вывести команду на должный уровень. И вся эта усталость, а Вольсбург играет в интенсивный футбол, она, конечно, сильно ударила по турнирному положению и пока промежуточному положению делал в Бундеслиге. Хотя игроки, собранные у Вольсбурга, они достаточно классные и крутые. Это и Филипп, это и тот же Меча, и пришедший Макс Крузе. Но пока куда-то нивелировать команда Волков не может. Тем более, они играют достаточно нестабильно. И, например, некоторые игры с командами, которыми ниже уровня, но имеют очень боевой характер, заканчиваются не в пользу Вольсбурга. Команда Вайнцирля дома играет исключительно от себя, не позволяя сопернику навязывать свою волю. И матч с Баруси это явно показало. Да, пускай у Вайнцирля не такой крепкий состав. Да, пускай там мало имен. Но команда дома выгрызает и борется, заставляя соперника нарушать правила. Но совсем плясать по дудку Аугсбурга у его соперников не получается. Потому что у Аугсбурга, по сути, нет состава. Вернее, нет его глубины. И, конечно же, Вайнцирля работает с тем, с чем приходится. Но в контексте такого Вольсбурга нам стоит ожидать того, что Вольсбург, обладая, несомненно, классным составом, подвержен к тому фактору, к фактору нарушения правил. И, естественно, в этой игре, в этом, как я считаю, интенсивном матче, нам стоит ждать желтых карточек. Естественно, я предложу намного больше, чем рискованный вариант, желтые карточки Вольсбурга более двух. Потому что, несмотря на то, что фалящий Русильон, по моей информации, его завтра не будет, никак сильно не ударит по тому, вернее, по тому раскладу команды Вольсбург. Вольсбург любым составом нарушает много. И та физическая усталость, что накопилось за такой сложный сезон, она нивелируется вот в желтые карточки. Прав я или нет, мы увидим уже в ближайшее время. Ну а вам всех благ и не болейте. Продолжение следует...